Восьмилетняя Лиза впервые на экскурсии в экспериментариуме. Она вручную вызывает молнии на генераторе Теслы и на практике узнает, откуда берется электричество. Другой тренажер, полюбившийся ей здесь, — бесконечность зеркал. Это коробка, там несколько зеркал есть, и зеркала отражают в себе другие зеркала. У другого зеркального тренажера не протолкнуться, это самый популярный объект экспериментариума. Два человека смотрятся в полоски зеркал, и из их лиц получается один портрет. Рядом еще один уникальный аппарат — имитатор промышленного робота. Без помощи рук, используя два зажима, надо зашнуровать ботинок. Там надо узнать, как трудно роботам завязывать всякие штучки или делать. В экспериментариуме собрано более двух десятков интерактивных экспонатов. Тренажеры, создающие оптические иллюзии, органы сантехнических труб, приборы по электричеству и магнетизму и комплекты для лабораторных работ. Такие приборы, они очень интересны. Не только детям, вот мне самому интересны такие приборы. В свое время в школе я тоже строил подобное что-то. Приборы, они достаточно просты, но в повседневной жизни они редко встречаются. На экскурсию сюда может попасть любой класс из любой школы города или края. Коллекция экспериментариума постоянно расширяется, заскучать здесь не удастся никому. Субтитры создавал DimaTorzok